Запад хотел знать, почему Путин упорно молчит о протестах в Москве. Политика. Международное положение 20 августа 13.30. Запад хотел знать, почему Путин упорно молчит о протестах в Москве. Какой ценой Европа намерена улучшать отношения с нашей страной? Анна Седова. Комментарии в просмотров 7007. На фото. Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Маркроном на территории Форта Брегансон. Фото. Михаил Мицель. ТАСС. Материал комментируют. Алексей Макаркин. 19 августа президент РФ Владимир Путин начал трехдневный визит во Францию, заявленная цель которого со стороны Парижа потепление отношений с Россией. Складывается впечатление, что такой запрос в Европе назрел. Во всяком случае, в опросе французской газеты Le Figaro, в котором поучаствовали уже более 100 тысяч человек, 86% посчитали, что их президент прав, принимая российского лидера Форта Брегансон. И лишь 14% высказались против. Однако возможно ли реальное потепление в сложившихся условиях большой вопрос? Характерно, что несмотря на обилие обсуждавшихся в первый день проблем, а это и ситуация на Украине, и сирийский кризис, и Иран, главное внимание прессы было привлечено к совсем другому моменту протестам в Москве. Журналисты так осаждали российского лидера, что ему пришлось впервые прокомментировать эту тему. Примечательно, что, как и прежде, Путин впервые сделал это именно на европейской площадке, дома предпочитая вообще игнорировать протесты. Как пишет журналист Эммануэль Гриншпан, Владимир Путин хранил молчание по этому поводу, предоставив силовым структурам и мэру Москвы с тем или иным успехом разрешить эту сложную политическую задачу. В дни протестов Владимир Путин всегда оказывался очень далеко от Москвы, появляясь то в Балтийском море, то в Крыму или Сибири. В надежде, что к его возвращению протестное движение уже будет подавлено. Читайте также. 20 лет у власти, пенсионная реформа избавила Путина от всенародной любви до Кремля дошло, что перегнули палку, но тот процесс, что запущен, уже не остановить. Подавить не удалось, а Путина все же заставили прервать молчание. Не скажу ничего нового, граждане имеют право на мирные законные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности, заявил Путин. Российский президент к месту упомянул и желтые жилеты, не в первый раз заявив, что не хочет, чтобы подобное происходило в Москве. Правда, не уточнил, что в отличие от Франции, в столице задерживали тех, кто не совершал никаких правонарушений и не вступал в конфронтацию с полицией. С другой стороны, по российскому законодательству выход на несогласованный митинг сам по себе является правонарушением. Незарегистрированным кандидатом Путин посоветовал обращаться в суд, а не выходить на улицы. В целом же первый день переговоров произвел немного странное впечатление. Стороны вроде бы и говорили об улучшении отношений, но на все конкретные вопросы о том, как это сделать, не решив, например, украинскую проблему, просто уходили от ответа. Как будто в Европе сами до конца не решили, хотят ли они выстраивать отношения с нынешней российской властью или же будут ждать условного преемника. Старший преподаватель Парижского института политических исследований, член научного совета Босфорского института Лоранс Дазиана считает, что улучшать отношения можно здесь и сейчас, не дожидаясь смены власти. Несмотря на то, что Запад привык смотреть на Владимира Путина разочарованными глазами. После почти 20 лет в Кремле Владимир Путин стал синонимом своей страны, так что западным экспертам и дипломатам становятся не под силу провести ясный и детальный анализ перемен в России. Потому что Россия на самом деле меняется, пишет он в Лефигре. Перечислив некоторые успехи России за последние 20 лет, политолог приходит к выводу, что то, что позволило их достичь, теперь стало главной слабостью режима. Беспреемственности. По его мнению, вся политическая конструкция в стране не сохранится. Приближение смены может стать тем моментом, когда в связи с близостью интересов Европа восстановит отношения с Россией с помощью серии инициатив в духе конференции по миру и безопасности в Европе, которая прошла в Хельсинки в 1975 году, в период Холодной войны. Продвигаемая Франция европейская дипломатическая инициатива могла бы предложить Москве перспективы, которые приняли бы во внимание интересы Европы и России, пишет он. Интересно, что среди этих инициатив такие не самые приемлемые для Запада предложения, как нейтральный статус Украины и признание прав русскоязычного населения, разоружение всех воюющих групп и даже уступка Крыма России, правда, с гарантией нейтралитета на полуострове за исключением парта Севастополя. Обсуждаются ли это вопросы всерьез в политических кругах, а не на страницах газет, неизвестно. Говоря об итогах встречи в Брегансоне, президент Франции Эммануэль Макрон все же заявил, что верят в европейское будущее России. «Я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», написал он в своем твиттере после встречи. Однако как эта вера может воплотиться в конкретные инициативы не совсем понятно. Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что сложный комплекс причин вряд ли позволит добиться новой разрядки с Западом в ближайшем будущем. Если удастся договориться по Украине, можно добиться результата. Вопрос в том, какого. Трамп тоже подталкивает к этому, говоря о том, что Зеленский может заключить сделку с Россией. Этого хочет и ряд европейских деятелей. У нас часто цитируют слова Ангела Меркель о том, что санкции с Россией могут быть сняты. Но реже обращают внимание на вторую часть высказываний сняты, если будет решен украинский вопрос. А решение украинского вопроса в понимании Запада это восстановление контроля Украины над Донецкой и Луганской областями в том или ином формате. Условия могут быть разными. И понятно, что европейцы не ждут, что уже завтра украинцы смогут поднять свой флаг над Донецком и Луганском. Но они ждут этого послезавтра. СП, а что насчет Крыма? Тему Крыма западные страны готовы вынести за скобки, когда речь идет о серьезных санкциях. Если вы вспомните, так называемые крымские санкции были достаточно мягкими, они касались отдельных персон и не были нацелены на экономику в целом. Самые серьезные ограничения связаны с ситуацией на востоке Украины. Поэтому Запад ждет, что Россия демонтирует ДНР и ЛНР. Но тут возникает большое количество вопросов. Во-первых, сделать это крайне затруднительно, потому что не видно механизма, который позволил бы обеспечить интересы тех людей, которые очень хотели бы, чтобы эти территории стали частью России. Более того, в этом году Москва объявила о предоставлении этим людям гражданства, так что в какой-то мере процесс уже запущен. Второй момент в том, что в самой России много людей были вовлечены в украинские события в 2014-2015 годах, в том числе среди силовых структур. Для них отступление Москвы стало бы знаком поражение. В конце 2013 и начале 2014 речь шла о том, что Украина может войти в Евразийский экономический союз и станет частью схемы влияния России на постсоветском пространстве. Но события развивались противоположным образом, и в этой ситуации часть российского эстеблишмента воспринимает создание ДНР и ЛНР и присоединение Крыма как компенсацию за потерю Украины. При демонтаже непризнанных республик от этой компенсации придется отказаться. В-третьих, есть проблема взаимного недоверия России и Запада. С 2014 года ситуация мало изменилась. Да, она изменилась в военном контексте стреляют на Украине и теперь меньше. Но вопрос недоверия никуда не ушел. Есть и еще одно важное обстоятельство. Даже если оставить в стороне украинский вопрос, ситуация между Россией и Западом в целом идет в противоположном направлении. СП, в каком смысле? Если мы вспомним начало 70-х годов, начало разрядки, то для диалога использовались темы стратегической стабильности, по которым обе стороны сумели договориться. Сейчас эти темы, наоборот, являются одними из наиболее конфликтных. ДРСМД уже прекратил свое действие, и перспективы заключения новой сделки практически отсутствуют. Вместо темы, по которой можно договориться, стратегическая стабильность стала еще одним камнем преткновения. Поэтому я бы очень осторожно отнесся к перспективе того, что можно договариваться с Западом. Конечно, есть мнение деловых кругов Европы, которые хотели бы вести бизнес, как раньше. Но не стоит впадать в вульгарный марксизм и считать, что капиталисты смогут указать политикам, что им делать. Часть политиков также хотела бы договориться, но уступки России будут значить для них потерю лица. Получится, что санкции оказались неэффективными, и тогда возникнет вопрос, а зачем их принимали и зачем они действуют уже пять лет. Когда Россия возвращалась в ПАСИ, там смогли после долгих переговоров найти объяснение. Аргументировали это тем, что Россия возвращается в парламентскую ассамблею исходя из того, что в противном случае она разорвет все отношения с этими структурами, и россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Была найдена правозащитная мотивировка. Но найти аналогичную мотивировку, чтобы объяснить отмену пятилетних санкций, невозможно. США оценили наш флот с высоты авианосцев, ВМФ РФ отстал от Америки и Китая сравнивает а наш водоизмещение кораблей, американцы забыли заглянуть в новую морскую доктрину РФ, которая нацелена на большую воду. Есть и еще один важный момент. Я уже сказал, что на Западе есть люди, которые хотели бы договориться. Но есть и те, кто считает, что это нецелесообразно. Они исходят из того, что российская экономика слабеет, и нужно еще немного подождать, чтобы Россия стала более уступчивой. СП, усиление протестного движения в России укрепляет их в этом мнении. Думаю, это дополнительный аргумент в пользу того, что нужно подождать. Другое дело, что у нас есть мнение, что протестное движение инспирировано Западом. Но в таком случае можно пойти очень далеко и сказать, что Западом у нас инспирировано много всего. Если брать тему недовольства россиян, оно внутреннее. На самом деле, общество еще очень терпеливо, потому что в стране пять лет стагнации. Сначала был сильнейший спад в 2014-2015 годах, потом слабый восстановительный рост, и это не Запад придумал. Равно как не Запад придумал ограниченность вертикальной мобильности, проблему социальных лифтов и так далее. Протесты носят внутренний характер. Но для наблюдателей на Западе это может быть одним из симптомов проблем России. Причем не самым главным. Главный симптом здесь экономика. Если посмотреть на прогнозы, они не очень утешительные. Протесты на Западе воспринимают как производную социально-экономической обстановки в стране. Но желание посмотреть, что будет дальше и как изменится позиция России со временем, появилось там задолго до начала активных протестов. Новости России. Геннадий Зюганов. ЕР протащила людоедскую пенсионную реформу и отдала все доходы олигархам.